всем привет с вами дмитрий синёв сегодня мы приготовим очень вкусные драники с копченой свининкой это щековина она в магазине стоит очень дешево и у нас получится очень вкусные драники а спонсор этого видео техника волмер ссылка на интернет-магазин в описании берем вот такую вот жирненькую щековину у меня здесь 300 грамм примерно полкило картофеля немного муки яйцо чесночок я еще добавлю кориандр щековина достаточно жирная но этот жирок нам как раз пригодится мы его вытопим вот срезаем кожу уже раздается такой аромат копчености нарезаем кубиком стараемся резать помельче включаем разогреваться сковороду отправляем обжариваться нашу щековину обжариваем до золотистого цвета нам нужно чтобы весь жир вытопился такой вкусный и такой вредный аромат посмотрите весь жирок вытопился прям появляется золотистый цвет такие шкварочки обжариваем около 10 минут на среднем огне все можем перекладывать нашу щековину а жирок мы оставим на этом жирке мы как раз будем жарить наши драйнички посмотрите сколько жира у нас вытопилось все я слил воду с картофеля можем его натирать можете натирать на мелкой терке можете натирать на крупной терке я люблю больше на крупной терке поэтому натираем картофель перекладываем картофель в миску отжимаем у картофеля лишнюю влагу берем пару зубчиков чеснока выдавливаем их в картофель измельчаю кориандр такой аромат разбиваем яичко туда же отправляем бекон точнее щековину немного перемешаем и добавляем несколько ложек муки все тщательно перемешиваем по необходимости добавляем еще муки если будет слишком жидко но я в принципе смотрю муки можно не добавлять больше вот и я не добавляю соль потому что соль даст еще щековина она очень соленая и как раз просолит наш картофель в принципе еще одну ложечку муки можно добавить включаем разогреваться сковороду на средний огонь даже можно чуть ниже среднего все масло мне хорошо прогрелась можно проверить кинуть одну картофель ну если она начинает поджариваться значит масло разогрелось и можно выкладывать ложкой но я люблю помогать так вот руками делаем вот такой вот колобочек приплюс него им его и перекладываем на сковороду размер дранчиков конечно может быть какой душе угодно но я так делаю с ложку обжариваем где-то по 7 ну максимум 10 минут с каждой стороны прошло у нас 7 минут переворачиваем такая красота все у нас прошло еще 7 минут посмотрите прям бог какая поджаристая корочка выкладываем мы обжарили каждый дранчик по 7 минут с каждой стороны все готово смотрите у нас даже еще жирок остался подаем со сметанкой ну и давайте же попробуем ох хрустящие жирненькие прям вкус детства я такие рецепты называю домашние душевные очень вкусно очень конечно калорийно но я думаю изредка можно себе такое позволить если вам понравился рецепт ставьте лайк пишите комментарии подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новых рецептов техника волмер лучшее решение все ссылки в описании пока